НЛМедиа представляет За фасадом советского гламура Добрый день! Это подкаст «За фасадом советского гламура» и я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» и его ведущий. В нем мы обсуждаем те стороны нашей истории, которые обычно оказываются скрытыми за лоском официальной советской идеологии и пропаганды. Советские риторика и эстетика оказались чрезвычайно живучими. Они до сих пор во многом формируют наш образ прошлого. Чтобы разобраться, как действительно была устроена советская система, мы хотим обратиться к реальному опыту жизни советских людей и их повседневным практикам. Я надеюсь, что такой антропологический взгляд на советскую историю поможет нам лучше понять и проблемы современного российского общества. Сегодня мы поговорим о неофициальной культуре в СССР. В формах институции обытования, как вообще жили художники, как мы смотрим на то, что можно назвать советскую богему, с нынешней точки зрения, насколько их опыт и быт, оказывается, сможет быть актуальны в нашем сложном положении. В общем, такой большой круг тем, который мы постараемся вновь поднять и обсудить. И сегодня с нами гости. Хочу представить их. Георгий Кизевальтер, художник-концептуалист, фотограф, автор объектов и инсталляций, эсэист. Один из основателей группы «Коллективные действия». Георгий, здравствуйте. Добрый день. Второй наш гость – Вадим Алексеев, филолог, историк искусства, исследователь неофициальной советской культуры. Вадим. Здравствуйте, Георгий. И я Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение». Но вообще уже давно повелось, что мы наши разговоры строим вокруг каких-то важных книг, которые недавно вышли в России. И вот, собственно говоря, два участника нашего разговора являются и авторами двух свежих книг. Это книга Георгия Кизевальтера «Репортажи из подвалов» или «Из подвалов» иногда можно прочитать, потому что это явная отсылка, так сказать, обыгрывания из-под глыб, да, из подвалов. А, и книга Вадима Алексеева «Идеально другие художники о 60-х». Вот, так что, в общем, темы похожие, и мы будем, наверное, как-то периодически адресоваться к вашим книгам, обсуждая проблемы восприятия неофициального искусства, неофициальной культуры в СССР. Вы знаете, ну, я хотела вас спросить, начать, прежде чем попрошу вас описать еще раз быт и формы бытования этой неподцензурной культуры. Вот, смотрите, с одной стороны, вроде бы в последнее время уходит довольно много книг. Ну, и Георгий Кизевальтер выпустил несколько книг, имею честь быть его издателей, связанных с нон-конфаминской культурой. Вообще и собрание сочинений уже классиков андеграунда проходит, какие-то аналитические работы. И, казалось бы, корпус уже, ну, текстов об этом, об андеграунде довольно много. Но у меня почему-то есть ощущение, что эта такая мощная культура, она все равно как-то не вписана в вот некую-то уже нормативную историю, скажем, культуры XX века в России. Правильно ли мои ощущения? То есть есть, с одной стороны, работы, есть еще живущие художники, но какое-то ощущение, что эта культура как бы стояла особняком, так она и продолжает быть. Вот что вы бы могли сказать по этому поводу? Справедливы ли мои какие-то замечания и рассуждения на этот? Ну, мне кажется, в последнее время, что вообще тема неофициальной культуры, с одной стороны, она как бы в нашем XXI веке совершенно неактуальна. Это как бы дела минувшие того столетия. И, по сути дела, мы рассматриваем 60-ников, уже прошло 60 лет примерно. И, с другой стороны, ведь все то современное искусство, которое сейчас у нас имеется, оно вышло все из этой неофициальной культуры. И было в значительной степени сформировано теми принципами и эстетическими какими-то парадигмами, которые существовали вот в те годы. И этот парадокс, он переходит и на исследование, потому что, как правило, мы видим, что выпущена была масса альбомов по художникам по отдельным, монографий, которые, ну, наверное, специалисты все там прочитали. Я не говорю о широке публики, вряд ли, так сказать, все уж прям ознакомились с этим. Но при этом остается до сих пор масса каких-то блокун, таких невыясненных обстоятельств, просто белых пятен, которые приходится вот вскрывать в процессе работы над архивами. И вот в этом плане, мне кажется, что я посмотрел, например, книгу Вадима, и мне кажется, что она очень интересная, потому что она охватывает такой пласт материалов, который, в общем-то, ну, уникальный совершенно. И то, что там можно прочитать, раскрывает совершенно иную картину как бы и взаимоотношений, и просто жизни того времени, чем то, что мы часто видим и в современных фильмах. Я иногда вот смотрю фильмы, а не только там 60-х, 50-х, 40-х, думаю, ну, помню. Иногда какой-то там ляпы полно, вот, чисто исторических таких. Вот, но тем не менее. Например, вот интервью с Лидией Мастерковой, которая, как я понимаю, является центральным в этой книге, действительно уникальное, потому что эта художница, ну, она, по-видимому, вообще стремилась по жизни к уединению, такому, как бы, остранению от широкой публики. И за счет того, что она рано уехала, в 75-м году, то практически здесь она никому особо и не известна. Вот, и то, что она рассказывает, вообще то, что рассказывают и другие художники, откровенно, и это всегда намного ценнее, чем то, что пишут искусствоведы о них, потому что понятно, что каждый искусствовед преследует как бы свою идею, как преподнести того или иного художника. У него есть свой взгляд, и он под этот взгляд подгоняет все, как бы, известные ему факты. Владимир, ну, а ваша точка зрения? Знаете, почему я, собственно, задаю этот вопрос? Ну, смотрите, как бы сложилась уже некоторая традиция, когда, и о чем, кстати, вы, Юргий, и в книге своей подчеркивали, что, как бы, да, как бы неподзазурное искусство всегда рассматривалось с точки зрения политической, прежде всего. Да. Но насколько, да, ну, хорошо, да, вот те, кто были там независимы, художники заведомо, значит, это хорошо. Официально это вроде бы, значит, плохо, вот служит государство. Ну, я немножко упрощаю картину, но, во всяком случае, это был водораздел во многом и сами, может быть, инспирированы художниками, нонконформистами. Но насколько сейчас, да, подобные водоразделы, но они, как бы, конструктивно, они работают. Вот, грубо говоря, история искусства XX века, где все перемешано, официальное, неофициальное, компромиссное, бескомпромиссное. Вообще, какие-то критерии находятся, чтобы оценивать это, да, с точки зрения, вообще-то, значимости? Не только в плане политическом, но, я бы сказала, эстетическом. Вадим, вот, как вы считаете, у меня есть ощущение, что этого нету, да? То есть не создается пока, и не создан хотя бы какое-то концептуальное, я не знаю, да, поле, где можно было бы уже, все-таки прошло очень много времени, да, каким-то образом реально оценить, а вот что происходило, да, ну, ведущие художники, неведущие, недооцененные, переоцененные, да, но все-таки какие-то критерии это ведь должны быть? Ну, знаете, я думаю, что сейчас все-таки подпольные художники 50-х, 60-х годов совершенно вписаны в историю культуры, и не только лондонскими аукционами, да, из которых прошел такой ажиотаж и большие выставки в Третьяковке, в Пушкинском музее, в музее Церетели, и они уже не воспринимаются совершенно, тем более, новым поколением, да, для которых это абсолютная бифология, не воспринимаются как художники антисоветские, да, а, по-моему, воспринимаются просто как художники-продолжатели своих учителей, потому что многие ведь из них учились у забытых художников 30-х, да, а кто-то застал и учеников Малевича, скажем, будущие леонозовцы учились, у Перутского, Хазанова и даже Фалька, это все художники 30-х годов, забытое поколение, ну, кроме Фалька, конечно, и это, по-моему, была совершенно замечательная связь вот этого разы во времен, который произошел при Сталине, эта связь восстановлена и донесена до нас, мне так кажется, по крайней мере. А что касается будущего, то я бы не делал такой раздел, разрыв между художниками официальными и, скажем, неофициальными, и, скажем, левым мозгом, да, левый мозг это Попков, Попков, братья Никонова, Андронов, то есть то, с кем, собственно, боролся Хрущев на Манежной выставке. Я думаю, что в будущем, скажем, картины Рабина будут висеть на одной стене с картиной Попкова, почему нет? Да, но вот они пока удивительным образом не висят. И это поразительно, да, потому что мне кажется, что все-таки опыт наш, да, постсоветского времени, да, это уже какая-то действительно дистанция, казалось бы, должна была как-то заставить нас посмотреть, вот, ну, правда, выбрать другую какую-то оптику, глядывая вообще степень оригинальности того, что делалось, как бы, да, в неофициальном. Ну, как бы художники соединяли официальный образ жизни и неофициальный, как мы понимаем. Вот, да, ну, знаете, вот почему я все время пристаю к вам? Ну, например, да, книжка Георгия Кизевальтера мне очень важна, потому что он фактически дает срез, такой, да, обзор концептуальный, что писала западная пресса о, значит, не подцензурной культуре. И, собственно, это такой, ну, правда, ну, правда, это история искусства не подцензурного, да, потому что мы понимаем, что в Советском Союзе кроме погромов периодических и ничего в прессе, в общем, накопать невозможно, да. Но ведь очень интересно, что, и у меня такое ощущение, что репутации во многом, художников многих, вот сложились ровно под влиянием этих репортажев, вот о чем писали, да. И в данном случае, мне кажется, ведь никто и не пересматривал это. В каком-то смысле этот канон был и создан западной журналистикой, и мы как бы это воспринимаем как некоторые должное. Но ведь во многих этих репортажах, кстати говоря, там и были какие-то иронические и критические вещи. Например, что да, да, это, конечно, вот там художники живут в этих подвалах и так далее, но очень мало реально талантливо кто-то там писал, да, и несколько. А вот как к этому относиться? Насколько это было справедливо, насколько несправедливо? Вообще перекос в сторону политизированности, антисоветкости, он, конечно, сыграл очень плохую роль. Я думаю, что очень многие художники, скажем, я прекрасно помню, как ужасался Владимир Янкелевский, очень жалели о таком восприятии. И в первую очередь о восприятии на Западе, когда в перестройку раскрылись двери, раскрылись границы, и уже на них был наложен штамп, как на художнику Ханисовичу, так скажем, клише было назвать Оскар Рабином Служеницыным в живописи. Но это, конечно же, не так. Но с другой стороны, роль иностранных корреспондентов, а книга Георгия действительно очень интересная, я прочел внимательно все эти статьи, о которых мы знали только по доносившимся именам корреспондентов, как Эпитер Осмос или Федрикс Смит. Они же действительно дневали и ночевали в подвалах и на чердаках художников и были связью с внешним миром как для художников, так и для диссидентов, так и для фарцовщиков, то есть для всего того неофициального мира, который тогда сложился в 60-е годы. Так, Георгий Варцов. Я хотел сказать, что вообще здесь очень много парадоксов. Во-первых, мы говорим о неофициальных художниках, и при этом практически все они работали как официальные художники, то есть они на самом деле существовали в двух мирах, и поэтому их можно назвать и такие полуофициальные, да, потому что они не признавались официальным мозгом, и их искусство отвергалось официальным эстеблишментам. Но что касается темы этой книги, репортажей, там действительно важно то, что мы получаем как бы другую точку зрения все-таки, смотрим на себя как бы другими глазами, глазами вот этих корреспондентов, которые часто описывают, ну, может быть, похоже, но несколько под другим углом, или они дают какие-то такие комментарии, которые открывают совершенно иные стороны и события, и творчества того или иного художника. И, кроме того, просто вносят те детали, которые, скажем, наши художники или наши специалисты и не видели, и не могли знать, и это было, в общем-то, для меня во многих случаях такими большими важными открытиями, потому что мы можем, сопоставляя какие-то точки зрения уже известные нам, да, вот опять складывать такую мозаику из разных источников. Нет, ну, вот, собственно говоря, если в сторону отставить идею политического противостояния, да, а вот то, что многие западные, ну, эксперты, да, фактически журналисты писали вполне себе, что это многое вторично, что там два-три имени интересных, остальных это, в общем-то, не очень, не очень талантливо, тогда как внутри страны, да, критерии какие-то были другие, по принципу «старик, ты гений», да, это стояло, это как бы было бесконечно, вот здесь мне интересно, но журналисты же исходили из какого-то более широкого художественного контекста, в который они были включены, а художники были выключены, они не могли видеть, да, вот, вот, строго говоря, вот, что меня интересует, насколько справедливы, никак не умоляю, вообще выбранный способ, да, выстраивать территорию свободы, насколько справедливы были эти оценки эстетические? Ну, конечно, с точки зрения развития искусства, многие художники, как бы, за счет того, что вот, действительно, вот, как вы сказали, они были отрезаны, да, от всего остального мира, они не могли не видеть того, что происходит на Западе, с одной стороны, а с другой стороны, они не получали адекватной оценки, на самом деле, их работ, потому что те, кто приезжали, конечно, либо говорили вежливо, о, как здорово, да, и, как бы, даже покупали у них, как сувениры эти работы, там, и вывозили с собой дома, часто это просто висело где-то там на кухне или на чердаке, вот, но дело не в этом даже, а в том, что в истории модернизма очень важен был всегда момент времени появления, то есть контекст, как бы, ты сделал эту работу, там, в сороковом году, все, ты чемпион, так сказать, уже и имя твое занесено в историю искусства, а если ты повторил работу, которая была сделана в сороковом году, в шестидесятом, значит, особенно это ни у кого интереса уже не будет. Ты уже эпигон в каком-то смысле. В каком-то смысле, да, поэтому иностранцы часто приезжали сюда, смотрели на того же Инкелевского, прекрасно видели его корни там, откуда срослось все это, вот, смотрели еще на кого-то, тоже там понимали это, но тем не менее, мы видим, что какие-то художники, шестидесятники, они прорвались вот сквозь эти десятилетия и, скажем так, остались все-таки в искусстве, то есть они не потерялись там в тех временах, а другие вот потерялись. Я хочу сказать, что то, что вот мы видим сейчас, то, что Вадим перечислил, там Штейнберг, Цулков и периодически выставляющиеся другие художники, вот, конечно, их остается с каждым годом все меньше и меньше уже живых, вот, но так или иначе. И вот мы смотрим сейчас на многие работы Штейнберга уже по-иному, смотрим как на какие-то прорывы очевидные в, скажем, такой интерпретации мира, что ли, и здесь все зависит от оптики, да, которую мы используем при анализе. И я просто помню свои впечатления 70-е годы, 80-е и так далее. Это совершенно разное восприятие, потому что восторженное восприятие первого времени, оно сменяется потом критическим и таким уже остраненным взглядом. А потом через, скажем, 10 лет вы опять приходите в мастерскую этого художника и думаете, а что, ведь это здорово тоже, да, то есть как бы мы опять возвращаемся к тому же, может быть, по гегелевской спирали или нет, но так или иначе, но уже на другом уровне, да, мы смотрим, что оказывается там есть много интересного и прекрасного. Поэтому я думаю, что и сейчас эти художники, ну, понятно, что не все, но многие, да, они могут восприниматься с очень большим удовольствием. Да, нет, я в этом не сомневаюсь, просто, понимаете, как, ну, вот проблема изоляции страны, а, к сожалению, эта проблема вдруг неожиданно возникла и в наше время, да, и она возникает, да, вот это как бы для творческих людей ведь может встать вот тот же самый вопрос, каким образом, да, можно продолжать работать, будучи в изоляции, не видя вот этого большого широкого контекста художественного достижений, потому что очень важно же, да, понимать, где ты находишься и где само искусство, неважно, литература, и все прочее в данный момент, чтобы не изобретать эти велосипеды. Ну, вот насколько мне всегда было интересно, насколько все-таки эта изоляция, она не была, конечно, стопроцентная, но никакого системного знания художники получить не могли о том, что происходит на Западе, да, это вот как раз Вадим в интервью, там же все время возникает, знаете, да, как добывалась эта информация, где они видели какие-то картины, в каталогах, не очень понимая размеры даже картин, да, потому что, ну, неясно, понятно, что цвета, ну, как воспроизводство иллюстрации, мы понимаем тоже, да, и вот эту попытку мозаику эту собрать, мне кажется, что это, во-первых, героическая какая-то история, все-таки, да, такое интеллектуальное, это, можно сказать, напряжение все-таки хотя бы придумать себе этот самый Запад, да, и попробовать встроиться в него, но при этом это все-таки очень драматическая, в общем-то, ситуация, которую, конечно, бы не хотелось, чтобы повторяли художники, потому что, да, но вот правильно вы сказали, ведь многие пропали, и пропали не потому, что они не талантливые, а потому что условий для дальнейшего развития просто у них не оказалось. Может быть, мы поговорим о каких-то реальных судьбах, но, например, да, вот и у Георгия и Вадима Вас в книге там очень много эпизодов, когда люди, например, художники, не вынося, так сказать, вот бесконечных, либо преследовали невозможности свободно творить, уезжали. И, как мы знаем из истории многих судеб, в общем, очень многие как-то растворились без следа, хотя вроде бы они подавали большие надежды, как талантливые художники. Вот что происходит в такой ситуации? Вот человек уезжает, ну, как бы за свободой, что прекрасно. И что происходит дальше? Вот мы понимаем, что вот вольница, люди ходят друг к другу, там, выпивают, мы еще поговорим об этом, да, о такой абсолютно богемном и прекрасном образе жизни. Они уезжают на вот, на Запад, где, наконец, они могут раскрыться. И что же дальше происходит? Ну, вы знаете, мне кажется, на Западе каждый выживает сам по себе, и здесь все-таки этих людей связывала общность судьбы, и у них у всех была разная и жизненная история изначальная, и разный художественный язык, и, собственно, волей-неволей то, что все они оказались здесь в одном подвале, их связывало, а потом все разбежались, да, будь то кто уехал на Запад, будь то с наступлением перестройки, потому что ведь на Западе художники не собираются вместе, а каждый творит один, как в башне слоновой кости. Вот, и, конечно же, у людей, уезжавших в 70-е годы, не особенно сложилась западная художественная судьба, потому что, к сожалению, они все были связаны вот этой вот антисоветской истории, выставлял их в основном Александр Давидович Глезер, знаменитый наш популяризатор искусства, все это проходило под маркой Солженицына живописи, да, вот, а на Западе надо выставляться по стилям, наверное, вот, и стиль для современного западного зрителя или критика был, конечно же, безнадежно устаревшим. Может быть, тогда могла как-то выдвинуться группа Нузберга, кинетическая группа, которая была, владела современным для 60-х, скажем, годов художественным языком, но этого тоже не произошло, потому что тоже кто-то уехал, кто-то остался. Я бы хотел вернуться немножко раньше и поговорить о необходимости вообще вписанности вот этой нашей послевоенной культуры в международную. По-моему, это необязательно, потому что, в общем-то, это русская история, как, скажем, русская история, Бог или Грубель, да, это же исключительно русские гении, неизвестные в мире. И то же самое здесь, потому что, в общем-то, послевоенное наше искусство, как мне кажется, складывалось из послевоенной нищеты. Вот, и опять-таки, их учителя, вот эти забытые, совершенно нищие художники 30-х годов или позже открытые художники 20-х, как, скажем, Иван Кундряшов, выдающийся ученик Малевича, может быть, в чем-то опередивший Малевича, который жил 30 лет на чердаке, пока его не нашли, там, не мучено с мастерком, мы не представили Георгия Дианисовича Костаки, который купил у него все его старые работы и прославил. Что касается настоящих западных критиков искусствоведов, то они приезжали, но они приезжали с конца 50-х годов, ну, конечно, в поисках авангарда, авангарда того великого русского авангарда, который тогда, может быть, с 62-го года, с выхода книги английского искусствоведа Камилы Грэй открылся мир. Вот за этим действительно гонялись, а, соответственно, художников молодых, художников современных смотрели, как, может быть, возможность попасть к вдовам старых авангардистов и вот что-то в этом роде. Но это мое мнение. И потом, скажем, почему я свою книгу сделал книгой бесед, для меня очень важен именно живой голос художника, из которых, из этих 15 голосов, там не только художник, там есть два собирателя, как композитор Андрей Волконский и тот же Александр Грэйзер. Вот и складывается такая вот панорама этой жизни 50-х, 60-х. Я не стал переписывать, не стал писать свое, добавлять многочисленные измы. Но мне кажется, что и читателю интереснее читать истории, которые, в общем-то, как у любого мемуариста, они все противоречат друг другу, хотя все, естественно, были друзьями. И одни и те же события, та же знаменитая бульдозерная выставка, освещаясь совершенно с разных сторон. Вот и потом мне самому, как-то, когда я уже перечитывал книгу, я слышу живые голоса, это мне чрезвычайно важно, поскольку, опять-таки, завершаю, что это искусство складывалось из московской жизни. Кто-то открывал для себя польские журналы, кто-то забытые книги 20-х в иностранной библиотеке или в Ленинке, вот. Кто-то потом получал книги у дипломатов или тех же корреспондентов, но все равно это было у каждого свое изобретение своего какого-то выстраданного художественного языка. Знаете что, ну вот сейчас Георгию дам вам слово обязательно, я просто хотела прокомментировать. Слушайте, ну, конечно, не то чтобы обязательно, что всех местных гениев знали, так сказать, по всему миру, но дело не в этом. Если все-таки говорить о нашем великом русском авангарде, мы не забудем, что он возник в период, но все-таки, когда Россия стала открываться миру снова, да, и не забудем, что, в общем, авангард появился в результате того, что тот же самый Щуки и Морозов стали, помимо того, что они, значит, как бы, да, стали наших художников пытаться продвинуть, там они же привозили и огромное количество выставок Запада. То есть они вот этот контекст мировой, да, пытались создать и показать художникам вообще, что происходит в современной западной жизни. После этого, соответственно, появился авангард, который уже переосмыслил, да, какие-то тренды, какие-то течения общеевропейские. Вот ситуация нет подцензурной культуры складывалась немножко в других условиях, куда более жестких, да, потому что, ну да, уже такого занавеса там сталинского не было, но тем не менее, как мы говорили, что какую-то картину создать в жизни мирового искусства было довольно сложно, и поэтому здесь много было, конечно, и фантазии, и с другой стороны, да, ну вот что-то такое делалось оригинального, а что-то просто, ну, как ученичество, да, всё-таки попытка найти какой-то новый стиль. Вот интересно мне как раз вот что, как происходило. Часть людей уезжала, да, там 60-е, 70-е, один из первых, по-моему, был Михаил Гробман, который уехал в Израиль, и как-то там оказался вполне себе одной из центральных фигур. Вот, а вот с одной стороны, в советское время часть уезжали, а потом, когда началась перестройка и распал Советский Союз, здесь оказалась вообще возможность свободного, да, какого-то творчества. Так вот, этот вызов открытого мира, он как-то, как был воспринят художниками? В 70-е годы этот процесс был просто колоссальным таким ударом по нашему сообществу, когда каждый год отъезжали, в общем, десятки художников в разные страны, и их судьбы отличаются от тех, кто уехал в перестройку, или там 90-е годы, начале 90-х. Вот, но практически всегда это было очень тяжелое испытание, и если только это были не комры и меламид, которые очень хорошо подготовили себе почву для приземления под здаром, устроив выставку у одного из крупнейших галеристов Америки, Рональда Фельдмена, еще находясь здесь, да, то у остальных жизнь не складывалась, конечно, так здорово, и им приходилось, как говорится, идти выполнять любую там работу или какие-то там делать дурацкие заказные работы, которые им совершенно не соответствовали. И, ну хорошо, скажем, если вспомнить там Косолапова или Солкова, за счет интереса к советскому искусству в перестройку, они сумели скачить все-таки на коня и поскакать дальше уже более удачной скорости, а другие тоже не сумели, я имею в виду тех эмигрантов, которые вот уехали в 70-е, они тоже не сумели никуда вскочить и так и остались в положении каких-то там второй, как говорится, сотни, да, где-то там что-то они выставляли изредка, та же вот Лидия Мастеркова, которую мы вспоминали, Удина Верни, да, а потом это как-то все потихоньку скатывалось в никуда. И те, кто уехали в перестройку тоже, они ехали как раз вроде бы удачно, то есть в этот момент был огромный интерес, восторженные отзывы, выставки по всему свету и так далее, и так далее. И действительно два-три года все шло хорошо. А потом один из художников, я не буду его сейчас называть, он вспоминал, что потом приходилось продавать просто какому-нибудь соседу по подъезду работу за 200 долларов, лишь бы купил, потому что не на что вообще уже не купить ни материалов, не есть ни на что. И в конце концов 90% уехавших вернулись обратно. Запад, конечно же, выбрал несколько человек, скажем так, которые и являются по всю пору представителями такого вот советского искусства неофициального. Ну, наверное, это не будет откровениями, если я скажу, что это Кабаков, Булатов, Бриша Брускин и Борис Михайлов. Ну, еще там пару художников. Да, ну и Кобра и Маламид, они уже как бы являлись к тому времени такими классиками, поэтому я как бы не включаю их в эту обойму. Вот. Так что, конечно, перенос как бы своего дома на другую почву не всегда складывалось хорошо для художников, это всегда было испытанием и с точки зрения искусства, потому что мы здесь, находясь вот за этим железным занавесом, ну, жили в каком-то таком идеальном мире. И все, что ты делал… С какой точки зрения идеально? А вот с какой, я скажу, делал здесь, и как бы уже там в конве новых каких-то течений воспринималось как откровение или, во всяком случае, все друг друга поддерживали, там, говорили, ой, как здорово, там, да, вот. Это гениально, да, вот, то, что вы уже вспоминали. А там галерист, который тебя выставляет, говорил, что мне нужны работы. Мне нужно каждый месяц там по две-три работы. И художник становился таким, в общем, производителем как бы новых и новых работ, которые как бы, по сути дела, повторяли все то, что он уже наработал здесь, в СССР чаще всего. Поэтому мне многие… В общем, очень редко мне нравились работы наших звезд, которые, я видел, сделаны были там, на Западе. Ну, вот знаете, что важно, да, это как бы институциональное существование искусства, да, очень важно. И вот то, что и у Вадима в интервью, и у вас, да, в анализе, значит, западная пресса, очень видно же, принципиально разница была. А, ну, все многие художники, которые, ну, в общем, так сказать, вот, нонконформисты, при этом они и могли быть там членами МОСХа, например. А если они это были, они продавали какие-то там картины уставные. И, в общем, имели хороший заработок, потому что государство закупало эти самые картины по приличным ценам. Заказывало даже. Даже заказывало, да, но это много же, история там, да, слепил трех лень, получаешь прекрасный гонорар, а потом нетленкой занимаешься. И давали, как бы, мастерские даже часто, да, то есть это, как это была ситуация, да, довольно странная. С одной стороны, государство совершенно не хотело, ну, как-то уступать свои идеологические позиции, все эти бальдузиные выставки, да, и это, в общем, какое-то упорствование невероятное. С другой стороны, ну, вот часть художников могла выкраивать в себе достаточно безбедное существование, да, для творчества. Были и другие, которые были абсолютно нищие, да, и они просто не хотели принципиально никуда вступать. Но, как ни странно, вот эта ситуация совершенно не похожа была на институциональное устройство культуры за границей, да, что, мне кажется, и было болезненно для художников. Вадим, вы хотели что-то возразить. Вы знаете, мне кажется, все-таки стоит разделять. Есть одни шестидесятники, есть другие, да, и потом шестидесятые, а шестидесятые – это, в общем-то, пятьдесятые. Годы и семидесятые сильно различаются человеческих, в том числе, скажем, те художники, с которыми приблизок я и о которых писал, с которыми я встречался, они в основном не были членами Моска. И когда появился так называемый иностранный рынок, который позже художник Валентин Воробьев назовет департом, да, то есть когда появились дипломаты, корреспонденты, отчасти даже академики, да, потому что многие физики, которым было больше разрешенного, чем всем остальным, поскольку они делали бомбу, тоже покупали картины. Это считалось модным, но дипломаты, естественно, платили больше. И, в общем-то, многие прекрасно жили за счет этого западного в рамках Москвы, конечно, рынка. И, собственно, в их подвалах, которые никакой Моск не давало, а тогда можно было вполне легко за взятку у правдома получить подвал в центре Москвы, можно было ходить выбирать, самому его отремонтировать. И подвалы были в каком-то смысле центром московской жизни, потому что там было гораздо интереснее, чем в Доме литераторов. Там собирались и поэты, и манекенщицы, и иностранцы, и порцовщики, и уголовники, только не собирались. Это действительно была настоящая жизнь, безусловно. В ее центре была фигура Анатолия Зверева, сейчас безумно известного, в связи с музеем, многочисленной выставкой. А еще 20 лет назад на него как-то смотрели так очень косо. Договорили об Илье Кабакове и, соответственно, о тех, кто шел в его фарватере. И вот как раз круг Ильи Кабакова – это люди, получавшие мастерские и состоявшие в Союзах художников, имевшие приличный заработок за счет иллюстрированных книг в первую очередь и в свободное время, либо же наоборот, в свободное время от живописи были заняты иллюстрации книг или наоборот. Вот, так что… Ну и, кстати, замечательные иллюстрации детские. Вообще отдельная тема, когда прекрасные художники зарабатывали тем, что они иллюстраторы медицинских книг, и пивовары в том числе, и у нас у других. Так что, в общем, в этом смысле это было удивительно, как советским детям повезло. Ну, это был немножко уже другой круг, и со временем разрыв увеличился. С одной стороны, Эдуард Штейнберг изначально был такой богемной компанией, а потом скорее ему была интересна, конечно, компания Кабакова, компания, собиравшаяся у него в мастерской на Срединском бульваре. Другой круг и другой мир. Мне, честно говоря, всегда был интересен тот мир более ранний, мир ранних 60-х, мир старой московской богемы. Вот которая была какой-то связью с тем, что было и до войны, и что было до революции, потому что, безусловно, они заставили старую Россию, и, в общем-то, в чем-то все это передано. Но сейчас, конечно же, ничего не осталось. Вот та атмосфера… Я не могу нести… Досказывая, я хорошо запомнил фразу композитора Андрея Волконского, который тоже очень рано уехал и очень об этом жалел, потому что здесь он был невероятно знаменит, его концерты ломились, но в Европе он оказался никому не нужен. Он мне говорил, что, конечно же, такой атмосферы, как в Москве того времени, как в Москве конца 50-х и начало. То есть Хрущевского времени он не видел нигде, и никогда она больше не повторится. Это было совершенно что-то уникальное. Да, но это всегда интересным образом воспроизводится. Да, но я бы хоть не могу не зачитать кусочек вот из интервью с Владимиром Немухиным, да, которое вы делали. Он как раз описывает вот эту самую богему начала 60-х, когда, в общем, люди жили в большой бедности недаром, да. Все эти леонозовские поэзии, эти бараки, да, это все реально было места жизни. Да, значит, помните типичный леонозовский день? Вы его спрашиваете. Немухин отвечает. Вот яркий довольно случай. Пикник авангардистов. 61-й год, весна. К Аскару, то есть Рабину, да, в Леонозову приехал Васильев Монт, зажиточный член Мосха из благополучной советской семьи с двумя собаками, боксерами и дачей. А мы кошку-то не могли прокормить. Сабгир переезжает. Я, Лида, Вичтомов, Аскар, Валя, Лев. Такая компания авангардистов, новых художников. Идем гулять, выпить пол-литра-два. Какую-то закусь собрали. Проходим окраину Леонозова, болото зеленое. Вдруг он увидел лягушачью икру. Друзья, икра лягушек, это прекрасно, говорит Васильев Монт. Да, это чудеса. Давайте есть где ложка. Тут же подхватил Сабгир. Он был готов целую оду сочинить лягушачьей икре. Все зачерпнули, стали есть эту лягушачью икру. Лидка не стала, я попробовал, рыба какой-то пахнет. Сели, налили водки, выпили, заговорили возвышен. Вот такой пикник авангардистов. Все это прошло, оно было мило и абсолютно подлинно. Мне кажется, точно. Да, именно так. Много. Немо очень потрясающий рассказчик. Он такой старинный москвич. Его рассказы, в отличие от многих, можно было просто воспринимать как Чехова от и до. То есть он говорил, он сам ничего не писал, но говорил, он блестящий. Это было абсолютно готовое литературное произведение, все его рассказы. Потом они немножко, в отличие от Крубы Кабакова, они старше на 10 лет. И это военное поколение. Кто-то просто бродяжничал, как Рабин, потому что он остался сиротой. Кто-то, как Немухин, работал на заводе. Мастеркова рассказывал, как она в холоде и при свете керосинки все время напряженно нарисовала, пока в 43-м году не поступила в художественную школу на парке культуры, на Чудоке, где как раз преподавали вот эти замечательные, забытые художники, отвергнутые художники 30-х годов. И, конечно же, вот эта бедность рождала вот такие истории, как вы сейчас рассказали, как Николай Гордистов. Да, но, в общем, как всегда, мы не успели начать говорить, а программа наша заканчивается. Но мы обязательно вернемся к этой теме. Правда, она очень важная, серьезная. И, мне кажется, до сих пор все-таки не хватает обсуждения о том, что это был за феномен неподцензурной культуры. Я надеюсь, книги помогут все-таки. Да, я очень надеюсь. Да, я бы хотела завершить вот ту же цитату уже из книги Георгия Кизевальтера. Это, значит, он приводит в статье Георга Яппе, значит, да, которую написал Франк Гордальдмайнер цитунг в январе 1974 года, значит, статью, где изумляется. И, значит, он сообщает о выставке 50 неофициальных московских художников в музее Мохоя в Германии и описывает вот эти бесконечные гонения на художников, которые пытаются выставляться, все время договариваются с интересом культуры, чтобы дайте нам выставить, а, значит, советская власть стоит просто вот ни за что. И он пишет. Для интеллектуалов на Западе остается непонятно, почему Великий Советский Союз не может позволить себе сделать то, что когда-то сделала Польша, Румыния и Чехословакия, ЧССР. А теперь еще к этому осторожно подталкивают Венгрию и ГДР. Провести либерализацию культурной политики, чтобы повысить культурный имидж страны и чувство собственного достоинства. Это до сих пор остается загадкой. Вот на этом знаке вопроса мы нашу программу закончим. Большое спасибо вам за участие и за прекрасные книги. Спасибо, что слушали нас. С вами была Ирина Прохорова и подкаст «За фасадом советского гламура». Этот подкаст сделаю в рамке нашего проекта «НЛО Медиа». Если вам понравился этот выпуск, следите за обновлениями и другими проектами «НЛО Медиа» на нашем сайте. Все ссылки в описании. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...